Привет, ребята! Я Зум, это Хвост. Мы, Nabi Man или Man, как правильно по-английски я не знаю. Мэн. Да, поговорим вот с нашим дружаней о том, о сём. Первый, самый главный вопрос, который многих интересует. Мне посчастливилось достать ключ в Тоту-2. Я бы хотел в неё конкретно подтренироваться. Вот поиграл, да. И вот слышал, недавно ты ответил Зеро на очень важный вопрос, что собирать паладины. Ты ответил, что Мом и Тарасу. Объясни, почему? Для Зеро можно всё что угодно сказать, он будет это собирать. У него отдельные гайды, ему всё что угодно надо делать. Окей. Там, кстати, Рикимару вышел, как-то ты уже пробовал его? Ну, я всех пробовал. Лютый? Да, такой. Не убивак или убивак? Ну, как? Понятно, что в пабликах можно бегать и убивать, но когда там играешь, где-то в любые центры покупаются. То есть вы его брать не будете? Нет. А скажи мне, пожалуйста, очень интересная ситуация. Бытует мнение, что Дота-2 продиктовала новые стратегии изобилити героя в первой доте. Что антимаг Магина не был якобы таким популярным до выхода Дота-2. А в Дота-2 из-за недостатка жирных керри начали его жёстко юзать и он сейчас открыл второе дыхание во первой доте. Ну, грубо говоря, во второй доте из-за недостатка двадцатых героев, то пикали уже там было три керри каких-то и через них все играли. Ну, все кто, все, кто не все. А в первой доте, ну, просто тоже сейчас такая версия, где опять стали брать магов, нюкеров всяких, ну и магинов отлично отписывают. Сейчас как бы нет три плов, которым нужно воевать, нужно стоять и лейн, там, керри и саппорт какой-то. Или даже там два лесника, их соло керри стоят, они просто выходят и помогают. Ну и поэтому, если раньше нужно было пикать героя, которым нужно воевать, то сейчас нужно стоять спокойно бить крипов, тебе никто мешать не будет. И поэтому пикали магинных пироги. А, кстати, вот по поводу бить крипов интересный вопрос у меня такой. Вот вы недавно вернулись из Китая. И Зеро сказал, что китайцы, даже не топ-10 Китая, команды обалденно бьют крипов. У них это чуть ли не национальная игра, бить крипов в доте. Расскажи, сильно классно бьют крипов? Да нет, это самое плохое, что они умеют делать. Китайцы просто играют отлично вместе. Там реально приходишь. Я думал, что я умею играть в доту, а я пройду в тейп, но оказывается нет. Что тебе больше всего впечатлило то ли в стратегическом плане, то ли в понимании игры? Я так понимаю, что китайцы в первую доту находятся на уровне понимания выше, чем вся Европа. Ну, как сказать. Я думаю, если бы мы оставили там недолгое время, или хотя бы перед этим претонировались, или хотя бы все вместе реплеи посмотрели. Потому что реплей смотрел только Lost и Пупей. Может быть, Дэнди, но он-то скрывает тщательно. Я не смотрел этого, я полагался на них. Я думал, что все будет по-другому. Вот когда нам отдают всех наших героев, а оказывается, мы отдаем всех героев. Первая игра нам только показала, что они пикают. Мы отдаем четыре форстпика. Бруду, Лекан, Ветрайдер, Лендрадер. Ну и все три игры мы проиграли или Силобиру, или Лекантропу. Они реально два героя, которых у них идут на форстпик. А мы им не играть боялись, то есть банить все не перебанишь, потому что там еще и инвокеры, и Ветрайдеры и так далее. Но я думаю, что с ними можно драться. Но сейчас же Лига не получилась у нас. А дальше тоже будет какой-то чемпионат, нас пригласили. Я думаю, мы поедем уже где-то в феврале, в марте. Где-то на месяцок в Китай. Так что ждите. Да, было очень хорошо с Китайцами, конечно, потренироваться. Вот. Ну что, я бы еще начал спрашивать другие штуки. Ну это уже из разряда интима и алкоголизма. Об этом мы поговорим чуть позже. Не на камеру. Не на камеру. Все хорошее, ребята. Счастливо. Спасибо.